Девятнадцатый октября. Киноконцертный зал Панорама. Повсюду нарядные и сияющие от радости ребята. Это обучающаяся академической гимназии имени Максимовича Тверского государственного университета. В самом разгаре главный праздник года – День гимназиста, который отмечается уже в десятый раз. За эти годы почти в 40 раз увеличилось число людей, которые принимают участие в наших праздниках. Это здорово. Праздник является главным нашим корпоративным праздником. Он является важной составляющей частью в большом числе государственных и местных региональных праздников, которые мы отмечаем. Благодаря которым наша гимназия вернула с госпиталом и с огромной становлением. Наша гимназия является олицетворением идеи Великого Ломоносова, который когда-то сказал, что университет из гимназии, что верю в миссия. Я рад, что университет из гимназии хорошие семена. Всего в ходе торжественной церемонии билет гимназиста, который для них, что для того Маяковского, дубликат бесценного груза, получили 106 одиннадцатиклассников. Среди них и Александр Бородолин, который запомнит этот день на всю жизнь. Для меня это очень много значит. Я уже считаюсь официально как гимназист. Для меня честь учиться в такой гимназии. Очень круто то, что я попал в эту гимназию. Мне очень нравится здесь. Тут высокий уровень преподавания и отличная подготовка к экзаменам. Одним из важнейших плюсов гимназии уроженец Максатьхи называет профили обучения. Их здесь восемь. Александр выбрал гуманитарные. То есть решил сделать упор на общество знания и историю. Эти предметы очень важны для каждого образованного человека, уверен гимназист. Вместе с Александром аналогичный профиль выбрал и Даниил Самородский. Из своей Калязинской школы он перевелся сюда для того, чтобы максимально погрузиться в такой предмет, как общество знания. У меня профиль правовой, но занимаюсь я вообще обстоятельствами науками, историей общества, ее развитием, механикой и структурой. Почему такой необычный профиль? Потому что мне интересно, как наше человечество развивалось, как оно развивается сейчас, будет развиваться далее. И какие механизмы и факторы на него влияют. Кстати, Даниил получает знания уже ставшим знаменитостью в губернаторском классе, где дети учатся на гранты главы региона. Попробовать поступить сюда ему посоветовали аж на уровне районной администрации. Там оценили успехи юноши во всевозможных олимпиадах, а также в общественной деятельности. Несмотря на это, пробиться в гимназию было не так-то просто. У нас было несколько людей, причем от моей школы в этой гимназии учатся еще 4 человека. Нам предложила сама администрация. Она посчитала, что мы достойны в этом поучаствовать, так как мы активно участвовали в олимпиадном движении, также в волонтерском, а не лично я, но и другие участники, а также в спортивном. На первом этапе нужно было сдать тестирование по русскому языку и математике, а на втором этапе нужно было уже приехать сюда, в гимназию, и сдать тестирование также по русскому языку и математике и любому профильному предмету. Профиль. Это слово звучит здесь постоянно. Для каждого гимназиста оно давно стало синонимом слов «бонус» – «выгода». От профильного обучения сплошные плюсы, рассказывают нам как ученики, так и преподаватели. Во-первых, у нас есть дополнительные часы. В старших классах у меня два урока русского языка в 10 классе, в 11 классе это 3 или 4 часа. Поэтому за это время, благодаря администрации, которая нам выделяет эти часы, мы успеваем подготовиться и пройти программу русского языка, и подготовиться к ЕГЭ. Я детям всегда об этом говорю, что мы на уроках будем готовиться к ЕГЭ, я считаю это своей обязанностью. В родной школе мало преподавателей, и у них не хватает сил, чтобы предоставить себе профили и все силы для обучения. Я знаю много людей, которые учились здесь, и знаю, что здесь очень высокий уровень образования. Я давно выбрал свой профиль, я собираюсь идти и дальше по этому направлению, и поступать в МПТИ или в СППТИ инженерным программистам еще с 7 класса. В результате профильность позволяет давать гимназистам на порядок более глубокие знания, чем ученикам обычных школ. Ведь расписание для каждого обучающегося можно сформировать так, чтобы он больше уделял времени тем предметам, какие для него являются приоритетом. Например, это у меня лингвистический профильный класс, филологический, лингвистический у них 4 часа в неделю, начиная с 10 класса и в 11. И я как вузовский преподаватель, конечно, я ему успеваю за это время дать многое из того, что мы уже студентам рассказываем на первом курсе. Ну, например, о лексике, о старославянизмах они у нас уже узнают в школе, а не на первом курсе вуза, на филологическом факультете. И мне многие коллеги говорят, когда студенты, наши школьники приходят к гимназисту, что они уже этот материал знают. Фёдор Фролов уже давно по факту ощутил плюсы углублённого преподавания своей любимой информатики. В школе одного из районов, где он учился, этого предмета как такового вообще не было. Попав в дверь, сразу почувствовал разницу. В разы выросло количество часов, когда, что называется, по долгу службы, а точнее обучение, проводишь возле компьютера время, точнее домашнего ноутбука. Фёдор говорит, что так удобнее. Например, те задачи, над которыми работал дома, можно доделать и в гимназии, от обучения в которой одиннадцатиклассник видит сплошные плюсы. Увеличенная нагрузка, более расширенное преподавание, расширенное знание. Азы, основы, бетона. Не знаю, простенькие программы, коды писать могу. Лично информатика мне нравится тем, что у меня всегда были интересы, допустим, к обычным языкам иностранным. А информатика – это, по сути, тоже язык, только язык программирования. И, например, в нашей школе информатика преподавалась плохо. И после того, как я сюда поступил, она сразу стала для меня интересной. Тем более, она в будущем открывает большие возможности. По окончании гимназии Фёдор Фролов намерен поступать в столичные вузы. Его преподаватель Татьяна Наумович не сомневается, что у молодого человека всё получится. Она навскидку тут же приводит нам целый ряд примеров, когда её бывшие ученики поступали в самые разные вузы. При этом Татьяна Васильевна отмечает, что всё-таки многие выбирают специализированные факультеты родного университета. Прежде всего, конечно, они на ПМК идут, и очень даже активно. Но, кроме этого, выбираются вузы Москвы, Санкт-Петербурга и даже других городов, и даже за границей. Например? Например, значит, один у нас в Финляндии учится, вторая у нас в Польше учится. В этом году опять девочка собирается в Польшу поступать. В Калининград поступают. То есть достаточно широкий такой спектр вузов, в которые они поступают. Вот. И на хорошие специальности. А если московские вузы брать, то это и Бауманский институт, один из ведущих, и МИЭД, в котором, вот, кстати сказать, есть специальности, почему туда и хотят идти, потому что там есть специальности и дизайнерские, и по биотехнологиям. Вот у нас в прошлом году один мальчик поступил, потому что именно, вот, то есть такие науки, которые на стыке идут, вот, информационных технологий и каких-то еще специальных дисциплин, биология, там, вот, рисование, как Федор сказал. Вот. Так что, я говорю, мы, в общем, довольны своими ребятами, выпускниками. Довольны своими педагогами и гимназисты, ведь высокое качество обучения дает и небольшое количество учеников в классах, а значит, обеспечено максимальное внимание к каждому. У нас, во-первых, маленькие классы, и поэтому получается индивидуальный подход к каждому ученику. И за урок я могу спросить одного ученика не один раз, а много раз. И поэтому такого, чтобы не были ученики подготовлены, или не были сделаны домашние задания, или они чего-то не знали, ну, нет, конечно, бывает такое, что они чего-то не знают, но мы стараемся, чтобы они знали. Поэтому у нас, я считаю, что очень неплохие результаты сдачи ЕГЭ. И стобальники у нас каждый год есть. В прошлом году у нас было два стобальника по русскому языку и много 90 бальников. То есть здесь максимально подтягивают знания ученикам даже из самых отдаленных муниципалитетов, где невысокий уровень преподавания, совокупность целого ряда факторов, например, нехватки кадров или необходимого оборудования. В Твери все это с лихвой компенсируют в гимназии имени Максимовича, даже по самым сложным предметам. Они с удовольствием выбирают вот наши физико-математические профили и информационно-технологические, и добиваются хороших успехов, тем более, что действительно приезжают из разных районов нашей области. Они здесь проходят серьезный достаточно отбор и приезжают с разной подготовкой ребята, потому что по-разному в школах преподается информатика. Поэтому и здесь, в общем-то, они тоже хорошо добирают свой уровень и хорошо достаточно учатся. Кстати, хорошее оборудование – это не только современные компьютеры на информатике, но и, например, оборудование на физике. Вот преподаватель вживую, а не на книжной иллюстрации, демонстрирует, что такое спектральный анализ или ионизация газов. Кстати, не просто для того, чтобы поразить гимназистов такой красивой картинкой, а для того, чтобы подготовить их к практической работе. Причем не только здесь, за классной партой. По аналогии такой простой конструкции, у них в скором времени будет лабораторная работа, где они будут уже своими руками не готовы спектроскоп собирать, а из линз на парте, прям своими ручками, что-то свое. И, соответственно, по этим данным будут анализировать, какие перед ними газы, или из чего состоит то или иное вещество. Как спектр поглощения, так и спектры излучения. А что это дает ребятам вообще? Ну, как практическое применение находится сейчас, например, в криминалистике. То есть они знакомятся с некоторыми профессиями. В медицине наверняка кто-то из них захочет пойти в медицину или в химию. Пожалуйста, они будут узнать, как определять химсостав вещества, не касаясь дожива. Кстати, с восхищением на такие опыты по физике смотрят не только парни. Анастасия Железкина отмечает, что она равнодушна к гуманитарным наукам. Она вообще после гимназии собирается поступать в знаменитый Московский авиационный университет. И без физики там совсем никак, как и вообще по жизни. Гуманитарные науки мне даются намного сложнее. Поэтому я пошла на физику, потому что я считаю, что точные науки более интересные. И также я считаю, что без физики невозможно познать этот мир. Важным приоритетом в своей работе педагоги гимназии имени Максимовича считают задачу научить ребят думать, размышлять, чтобы на уроках ученики не стеснялись задать вопрос «почему?». Это мой любимый вопрос, дети это подтвердят, когда говорят «почему?». Объясни, почему, докажи, почему. И мы во многих вопросах вместе с ними разбираемся. Потому что иногда бывает, что возникает вопрос, как вчера у нас на уроке, совершенно неожиданно. Я сама для себя этот вопрос подняла, и мы вместе его обсуждали. И пришли к какому-то решению, посмотрели, привлекли новый дополнительный материал, которых нет в учебнике. И не надо уповать на гаджеты, отмечает Светлана Баби. Да, в смартфоне можно подсмотреть то или иное правило русского языка. Однако, если ученик не понимает тему, если не может обосновать свои мысли, это сразу видно, как и то, получил ли вообще человек хорошие гуманитарные знания или нет. Не случайно говорят «заговори, чтобы я тебя увидел». Когда человек говорит, начинает говорить, и то, что он говорит, и как он говорит, мы сразу получаем представление о том, какой это человек. Поэтому я считаю, что, во-первых, и грамотный человек, это человек, который мыслит, это человек, который думает. Гаджеты не помогут даже там, где они, казалось бы, точно должны помогать – на информатике. Татьяна Наумович убеждена, что самое замечательное владение смартфонами или ноутбуком не особо поспособствует ученику, который всерьез решил стать настоящим программистом, а не просто продвинутым пользователем. Это одно, всё-таки, там, работать с телефонами и прочими гаджетами, и изучать серьёзно те информационные технологии, информационные науки, которые требуются для, в общем-то, специалистов, для грамотных людей. Поэтому это немножечко не совсем то. Но, конечно, им это помогает. Одним из студентов, который очень хочет стать грамотным специалистом, является Данил Самородский. Преподаватели ему не нарадуются, говоря, что это тот самый случай, когда человек полностью оправдывает свою фамилию. Похожий на толстовского Пьера Безухова, он отмечает высочайший уровень преподавания со стороны педагогов, среди которых многие кандидаты и доктора наук. У них и методики ведения университетские. Так что ощущаешь себя практически как вузе. Кроме подготовки к экзаменам, нас готовят уже и к университетской жизни по большинству профильных предметов у нас есть и семинары, и лекции. Поэтому есть идеально. Главный плюс о том, что они университетские преподаватели. Они знают уже, во-первых, жизнь вуза, то есть они нас готовят к вузовскому образованию. А во-вторых, они преподаватели в вузе, поэтому у них не теряется навык преподавать именно углубленный предмет. И этот навык они передают нам. Мы тоже изучаем предмет углубленный. А ты можешь какие-то примеры провести, что по моему предмету ты узнал в обычной школе? Ты вряд ли бы узнал. Ну, учитывая, что у нас есть такие профильные предметы, как, например, экономика, на ней мы изучаем мысли от всех таких элитарных экономических ученых, которые не проходят даже во всех вузах. Ну, например, работы Лоуренца. И нет ни в одном курсе общества знания, так как экономика это было общество знания, а на экономике мы проходим его кривую спрос и предложение на рабочий труд. На правоведении более глубленно изучаем кодексы и конституцию. Мы просто первоисточниками анализируем их. В обычных школах этому не уделяется внимания почти совсем. Как известно, гимназия имени Максимовича является структурным подразделением Тверского госуниверситета. А какая университетская жизнь без студенческих весен, концертов и просто песен под гитару в общежитии. Здесь Александр Бородулин – готовый студент. Он уже сейчас, как говорится, разрывается. То ли на юриста после гимназии пойти, то ли на продюсера. За его плечами уже немало концертов, участие в музыкальных проектах, встреч со звездами шоу-бизнеса. После этих проектов чувствую намного увереннее с каждым проектом, с каждым выступлением. Чувствую себя намного увереннее на сцене. Могу говорить с публикой, контактировать с ней, когда пою. Проект вот этот все мне дает, вот эти все навыки. Я очень благодарен проекту «Узкий фактор». Творчество Александра, который сам сочиняет своим песням и стихи, и музыку, естественно, уже давно оценили и друзья, ну и, конечно, поклонницы. Есть девушки, есть уже несколько фанатов, которых я знаю так. Там бывают, говорят, там вот песня классная, мне понравилась, там добавляют ее, слушают. Друзья тоже поддерживают меня в начинаниях моих, в моих успехах. Это тоже дает мне стимул дальше развиваться. Слишком жаркое лето, ночи цвета фиолетов, ты была так хотела, что сводила с ума. В лучи нового свет, ночи цвета фиолетов, мы не стали обладать. Ну, конечно, самое главное для всех этих ребят – успешная сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Как отметила на все том же праздничном вечере проректор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова, до сей поры у выпускников гимназии это получалось. Выпускников в прошлом году было 69. Из них 30% получили красные дипломы и золотые медали. Красные аттестаты и золотые медали. В этом году у нас здесь сидящим в зале 106 11-классников. Я желаю вам побить рекорд следующего года. Судя по всему, рекорд действительно получится побить. Ведь благодаря университетским преподавателям программа обучения гимназии вполне сопоставима с вузовской, даже по таким сложным дисциплинам, как информатика. В профильных классах они сейчас, ну, я бы сказала, на уровне, наверное, первого курса института. Да, программа у них. Программа идет достаточно серьезная. Да, можно сказать, что первый курс института осваивает вуза. То есть можно сказать, что когда они поступят на ПНК или на МАТФАК и так далее, им там будет довольно просто? Ну, недовольно, но проще, наверное, чем остальным. Да. Конечно, совсем просто в университетах и академиях им не будет. Ведь, как говорил известный русский филолог Фадей Зелинский, легкое учение – это преступление. Однако совершенно четко можно сказать, что грызть гранит науки в вузовских аудиториях выпускникам Тверской университетской гимназии имени Максимовича точно будет интересно.